У них нет ни средств защиты, ни антисептиков, ни медикаментов. То есть в случае необходимости им не будет оказывать первая помощь. И мы, родные, очень тревожены, потому что мы видим, что все затихло, прогресса нет в обмене. И мы хотим обратиться к президенту, наверное, все-таки, чтобы он более активно вел переговоры. Если не получается переговорщиков поговорить так, то с просьбой, наверное, вести переговоры где-то, где-то с Путином. Решать этот вопрос, потому что иначе наши ребята, наши близкие просто погибнут так. Сколько полуменных сейчас есть? Ну, по данным, то, что мы слышим в СМИ, это может быть все равно человек. Чи дома, чи уже занимались ними, уже какие-то были сформулированные на росте на президенте? Я могу говорить только по отношению к своему мнению. То есть моего мужа уже второй обмен, который исключили из списка по непонятной причине. Я подала в декабре, то есть у моего мужа сильно ухудшилось состояние здоровья. Я подала все документы, то есть заключение врача, результаты анализов, УЗИ, все, что мне удалось там организовать в колонии. Но, к сожалению, результата вообще не вижу. Мне уже второй обмен, говорят, что моего мужа не подтверждает стороны ОПНР, и тем самым они его не могут забрать. А, смотрите, ваша мета акции – это самое, пришвидшить процесс перемог? Мы хотим, чтобы наших ребят вели переговоры и по возможности как можно быстрее освободили. Потому что мы реально понимаем, если начнем с ОПНР, то уже будет поздно о чем-то говорить. У них замкнутое пространство, нигде ничего не проветривается, медицинской помощи нет, антисептиков нет, как я уже говорила. То есть средств защиты нет, это будет массово и очень быстро. И, соответственно, никто никакой медицинской помощи, первой помощи медицинской не окажет. Зараз на какие стадии? То есть, допускают дополненных, чем можно передавать что-то? Буквально две недели назад нам даже запретили передавать медикаменты. Сейчас вопрос стоит о том, что там привели карантин, и мы даже не можем передать продукты питания. То есть я хочу обратиться в нормандском формате. Было озвучено, что должны допустить Красный Крест. Уже прошло три месяца. Красный Крест не допущен в тюрьмы СИЗО к нашим пленным. Но давайте хотя бы как-то договориться с Красным Крестом, чтобы они оказывали первую помощь, хотя бы обеспечивали наших пленных антисептиками, средствами защиты и какими-то медикаментами, продуктами. Если мы, не можем родные сейчас этим обеспечить. Куда вы обратились? Кто-то с вами працюет с вами? Чи кто-то с вами связывался, способно передачи, обмену? Никто, к сожалению, с нами не связывается. Я звоню постоянно в центр, я была вчера в центре. То есть никакой конкретики, ничего конкретно по спискам не говорят. Я знаю, что я созванивалась с родственниками пленных. Некоторых родственников, там, больше 50 человек обзвонили. То есть у меня такая ситуация была в 2018 году, когда мы уже готовили на второй этап обмены, их оставалось буквально 29 человек. Но потом по непонятным причинам просто исчез из списка. Кто будет проживать, где он будет проживать, кто его будет встречать. Точно так же обзванивали и сейчас. А скажите, те, чтобы они не имеют никакого медичного забезпечения, это вас как-то поведомили? Я просто об этом знаю. Я, извините меня, муж находится три года в плену. Я вынуждена самостоятельно всем необходимым обеспечивать своего мужа медикаментами, продуктами питания, одеждой и всем с этим, что только нужно. Поэтому я знаю об этом. Нас предупредили, когда по 7 раз передавали продукты питания, нам сказали, что будут возвращены медикаменты только с разрешением назначения врача. А для того, чтобы получить это разрешение, это нужно пройти много времени. А эту акцию вы решили про все самое сейчас в контексте фасширения эпидемии, так? Да, для того, чтобы обратили внимание на проблему пленных, которые находятся в ОДО, и как-то начали что-то делать для этого. Мы созванивались с родными, очень должно было приехать на порядок больше близких, но, к сожалению, нас смогло добраться буквально 3-4 человека. Кто в детки добирается? Я для тебя в Станинской области, Сославянска. Зампелла, приехала, добиралась с Алисой. По возможности, кто смог доехать, мы приехали, потому что жизнь наша в близких опасностях. И мы должны что-то делать, потому что это часть нас. И, кстати, мы 3 года, я, например, я уже почти 3 года живу в ОДО.